МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Липовые представители Центробанка. Как мошенники обманывают доверчивых граждан? Живая глина. Открыт сбор заявок на областной фестиваль герамики. Лапка помощи, цикл бесплатных занятий, кототерапия запускает Мурдом. Далее расскажем обо всем подробно. Выборы губернатора Нижегородской области пройдут в строгом соответствии с законом. Избирательная система Нижегородской области абсолютно готова к единому дню голосования, отметил член ЦИК России Евгений Шевченко. Он подчеркнул, что выборы губернатора проходят конкурентно, в строгом соответствии с законом. Также все сделано для того, чтобы выборы проходили прозрачно и легитимно. Огромное количество наблюдателей зарегистрировано. Можно проголосовать традиционно на избирательном участке по месту прописки регистрации 8, 9 и 10 сентября. Можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах Нижегородской области, там, где удобно избирателю, в рамках мобильного избирателя. Но если человек находится в другой точке Нижегородской области или за ее пределами, но в пределах Российской Федерации, можно воспользоваться дистанционно-электронным голосованием. Чтобы похитить деньги у граждан, злоумышленники используют все более изощренные сценарии. В результате тысячи людей страдают от их действий и теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами. Нередко аферисты представляются сотрудниками Центробанка. Как не стать жертвой мошенников, расскажем далее. Центральный банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления основного счета. Так начинается письмо якобы от Центрального банка. На нем логотип, печать и QR-код, ведущий на сайт Банка России. Только на самом деле это еще одна мошенническая уловка с использованием имени регулятора. Схема, когда злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка, очень распространенная. Мошенники звонят и сообщают о сомнительных операциях по счету или карте. На территории нашего региона участились факты мошеннических действий. Когда в ходе телефонного разговора злоумышленник представляется сотрудником Центробанка России и под различными предлогами принуждает перевести денежные средства на так называемые безопасные счета или продиктовать пароль от личного кабинета онлайн-банкинга, после чего денежные средства граждан похищаются. Также одной из схем преступления является принуждение потенциального потерпевшего к переходу по ссылке, который ему присылают в мессенджеры или смс-сообщения. Аферисты не только звонят, но и присылают приглашение на личный прием в Центробанк или поддельное удостоверение его сотрудников. Для правдоподобности приглашения начинаются с обращения по имени и отчеству. В них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает человек. Чтобы вызвать доверие у получателя письма, мошенники меняют домен своей электронной почты на домен банка России sbr.ru. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты или убедить перевести деньги на счет мошенников. Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием. Его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. При поступлении подобного телефонного звонка немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте номер. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Если у вас возникли сомнения относительно сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк. Информация о распространенных схемах финансовых мошенников и способах им противостоять размещена в специальном разделе на сайте Банка России и на просветительском сайте Банка России финансовая культура финкульт.инфо. Общественный помощник уполномоченного по защите прав ребенка в Сарове Екатерина Скворцова проведет очередные приемы граждан 13 сентября, 4 октября, 1 ноября и 6 декабря. Встречи состоятся в кабинете номер 102 здания городской администрации с 16 до 17.30. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 962 507 3186. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчане собирают помощь многодетным семьям из Энергодара. Волонтеры уже подготовили для школьников наборы канцтоваров. Но выяснилось, что семьи также нуждаются в гигиенических средствах и бытовой химии. Поучаствовать в сборе приглашает всех неравнодушных горожан. Нужны шампунь, мыло, зубная паста, влажные салфетки, детские памперсы и памперсы для взрослых, стиральные порошки, капсулы средства для мытья посуды. Все это саровчане могут купить самостоятельно, подписать и принести на гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, 24А, или сделать целевое пожертвование. Трогательным видео поделилось Главное управление МЧС России по региону. Огнеборцу семья подарила необычный огнетушитель с определением пола будущего малыша. Девочку планируют назвать Мирославой. Огнеборец Максим поблагодарил коллег 5 ПСЧ за помощь в организации такого волнительного праздника. Первый электробус вышел на дороге Нижнего Новгорода. Сейчас он проходит обкатку на троллейбусных маршрутах, а уже в ноябре электробусы частично их заменят. Стартовал прием заявок на 9-й областной фестиваль керамики «Живая глина». Принять участие в нем могут мастера, творческие коллективы, учащиеся и педагоги школ, внешкольных и дошкольных учреждений. Подробнее об условиях участия расскажем в следующем репортаже. Работа с глиной – это свобода, легкость, самовыражение. Причудливые сосуды, сервизы и вазы, панно или народные игрушки. Каждая работа хранит часть души ее создателя. Автор вдыхает жизнь в свое творение. Именно поэтому фестиваль керамистов, который в Сарове проходил уже 8 раз с 1999 года, назвали «Живая глина». С недавних пор он приобрел статус областного. Лучшие керамисты нашего региона по традиции привозят в закрытый город настоящие произведения искусства. Мы очень тесно связаны с Нижегородской областью, поэтому пригласили керамистов Нижегородской области. Но несмотря на то, что у нас областной фестиваль керамики, у нас есть приглашенные гости и из других регионов, которые думают, подъехать или нет. У нас уже существует традиция приглашать к себе в гости Бокородск, у нас Дивеевская игрушка всегда, у нас из Мордовии приезжают художественные школы, которые участвуют. Стартовал прием заявок на девятый фестиваль «Живая глина». Принять участие в нем могут мастера, творческие коллективы, учащиеся и педагоги школ, внешкольных и дошкольных учреждений. Фестиваль проводится по таким номинациям, как мелкая пластика, народно-художественные промыслы, декоративное панно, лепка из соленого теста и нетрадиционных материалов, интерьерная керамика, вазы, сосуды, сервизы, изразцы и ассорти. В этом году у нас есть новшество. Мы добавили номинацию «Методические разработки», где каждый мастер-керамист, преподаватель может поделиться своим опытом. И еще одна специальная номинация называется «Твои уроки бережно храню». Она посвящена году педагога и наставника. «Живая глина» – это выставки керамистов и методических материалов, общение с мастерами. Работы будет оценивать профессиональное жюри. Лучших в каждой номинации отметят специальными наградами. Скажу, тяжело оценивать, потому что все работы великолепные, изумительные, скажу, присылают на конкурс лучшие. Они сами по себе. Вот тяжело, вы представляете, как работать в комиссии, из лучших выбирать еще лучше. Потому что, ну это тяжело. На мой взгляд, керамика вся очень великолепна, потому что она выходит из печи, очень, как говорится, интересная. И каждый вкладывает человек туда свои какие-то мысли. Заявки принимают на электронную почту фестиваля с пометкой «Живая глина». До 10 сентября заявки могут подать иногородние участники. Последний день приема заявок от сыровчан – 10 октября. Дополнительную информацию можно получить по номеру 8-952-457-08-60. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Лапка помощи. Цикл бесплатных занятий кототерапии запускает мордом. Это методы профилактики и лечения различных заболеваний при помощи контактов с кошками. В кототерапии примут участие коты со сложными судьбами, но не потерявшие доверие к людям. Подробности далее. Кошки – это не только про уют и эстетику вашего дома. Оказывается, эти животные могут исцелять. Кототерапия – профилактика и лечение заболеваний через прямой контакт и общение с кошкой. Обычно применяется при аутизме у детей, депрессии или биполярном расстройстве личности. Кошка в доме снимает стресс и помогает бороться с хронической усталостью. Волонтеры приюта мордом решили тоже организовать кототерапию, на которую смогут прийти дети с ограниченными возможностями здоровья инвалиды и пенсионеры. Занятия будут бесплатными. Они будут проходить в специальной комнате, где будет всё для комфорта и котиков, и тех, кто будет приходить к нам на занятия. В кототерапии примут участие коты со сложными судьбами, но не потерявшие доверие к людям. Проводить занятия с гостями будет психолог Виктория Иванова. Она разработала специальную программу для участников. Эти занятия направлены на то, чтобы развивать коммуникационные способности ребёнка. Им очень сложно общаться между собой. Мы будем как раз-таки помогать в этом. То есть они будут общаться не только с котиками, играть с ними, а и между собой. Подать заявку на участие в кототерапии можно в группе ВКонтакте. Занятия будут проходить в клинике «Свой доктор» по вечерам. Первая встреча с хвостатыми друзьями состоится после 20 сентября. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Тёмные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда урожая этого года вы найдёте в торговом центре «Галактика». С 8 по 10 сентября там пройдёт медовая феерия. Тёмный гречишный мёд с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мёд. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липо до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липо выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового и гречишного – за полторы тысячи. А три килограмма липового – за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 10 сентября. С 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА